По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Курской области отремонтируют более 130 километров полотна. В этом выпуске мы проследим за обновлением участка трассы регионального значения «Курск-Косторная», а также расскажем, где открылся новый асфальтобетонный завод. Усаживайтесь поудобнее, вы смотрите программу «Дороги 46». На двух участках региональной трассы «Курск-Косторная» в Черемисиновском районе работы по обновлению покрытия длятся больше недели. Первый этап – фрезеровка. Дорожники срезали более 32 тысяч квадратных метров изношенного асфальтобетонного полотна. На участке трудится бригада из шести человек. После того, как закончат текущие работы, дорожники укрепят обочины, а также заменят бордюры на остановках общественного транспорта. Здесь мы осуществляем реверсивное движение транспорта, не мешаем водителям, так можно сказать, и общественным транспортом. А на втором участке трассы применяют технологию холодного ресайклинга. Напомним, принцип работы такой – машина срезает старое покрытие, измельчает его, затем туда добавляются вяжущие вещества, например, битум. Полученная смесь используется для укрепления основания дороги. Стоит отметить, ресайклинг применяют, если покрытие находится в плачевном состоянии. До устройства основания и производственных работ по ремонту данной автодороги дорога имела существующие дефекты – выбоины, колейность, пучины. После ресайклинга здесь начнут укладку нового асфальтобетона «СуперПейв» в два слоя – выравнивающий и верхний. Спустя несколько дней мы вернулись на первый участок. Место фрезы занял асфальтоукладчик. Он работает в связке с дорожными катками и самосвалами, наполненными горячей асфальтобетонной смесью. Сегодня, как мы видим, здесь производится укладка нижнего выравнивающего слоя – это СП-16, порядка 6 см толщиной. После чего мы приступим к укладке верхнего слоя – это будет СП-11, 5 см толщиной. Общий тоннаж здесь составит чуть больше 14 тысяч тонн. Чтобы в срок выполнить задачи нацпроекта БКД, специалистам необходимы современные машины и качественная асфальтобетонная смесь. Ее производство – процесс технологически сложный. Большие объемы работ требуют введения дополнительных мощностей. Поэтому в регионе построили новый завод в Фатерском районе рядом с уже действующим. Раньше его работу приходилось часто корректировать, поскольку специалистам на объектах требовались разные типы смеси. Теперь такая необходимость отпала. Ну, плюсов здесь много. Ну, а так, для сравнения, чтобы вам понятно было и нам понятно было. Ну, старая модель вот у нас ДС-168 и ТТМ – это сравнить «Жигули» и «БМВ». Это то же самое. Качество асфальта мы уже опробовали в лабораторных испытаниях. Новый асфальтобетонный завод уже проявил себя в деле. Из изготовленной здесь смеси дорожники уложили 10 километров полотна на трассе хомутов Корыльск. По мнению строителей, это предприятие нового поколения. Установка отличается, ну, данного типа, во-первых, своей компактностью, потом качество смеси, которая выпускается, себестоимость пониженная. Это очень, ну, выгодно достаточно для, ну, наших покупателей, заказчиков. И самый главный момент – это экологичность. То есть, там, 99,9% – это очистка отходящих газов на данную установку. Несмотря на то, что комплектующие завезены из Китая, заводы не страшны климатические условия наших широт. Об этом специалисты рассказали губернатору Роману Старовойту. Глава региона лично убедился в качестве смеси и высокой производительности установки. Нам нужно переходить на новые технологии, которые позволяют в межремонтные сроки увеличивать. Именно на это мы нацелены. Люди ждут от нас увеличения объемов производства работы. За час завод выпускает около 160 тонн горячей асфальтобетонной смеси за смену более 1200 тонн. Это хорошее подспорье для дорожников, которые прямо сейчас трудятся в разных уголках Курской области. Где проходят работы, а также какие улицы преобразятся за эту неделю, мы расскажем в следующем выпуске программы Дороги 46.